Как я давно здесь не была. Привет! Привет! Hi! How are you? It's okay, Дим. Ага. Так, очень приятно тебя видеть. Мы сейчас только что урок провели, и на самом деле необычно сразу после него выйти в живой эфир. Такой experience. Да. Очень можно сказать современным, да? Конечно, в наше время, мне кажется, надо все усдевать и быстро-быстро перевоплощаться из учеников выступающего, и журналиста, и интервьюера. Да, и мой, знаешь, мой самый такой главный вопрос, как ты все успеваешь? Ты вообще супер-женщина, чудо, вандер-вумен, ты и учишься, и сама учишь вокалу, и поешь, и творчеством занимаешься, еще ходишь на какие-то презентации книжные, недавно посмотрела. В общем, семья у тебя, дети, вот какой у тебя секрет? Скажи, пожалуйста, как ты все делаешь? На самом деле, ты сам понял, что я за 10 минут могу собраться, да? Какая была я на уроке, и сейчас это все равно две разные люди, но тем не менее, мне кажется, самый большой плюс в том, что у меня есть определенная своя скорость, то есть я, когда собираюсь, я могу быстро все это сделать, и очень многогранный человек, то есть мне не интересно заниматься одним и тем же, только одним направлением, мне всегда все интересно, я всегда хочу знать больше, то есть мне кажется, это будет все пожизненно, в плане развития, интереса к жизни, так мне интересно жить. Да, ты, кстати, абсолютно правильно поступаешь, я с тобой абсолютно согласен, что нужно учиться вообще всю жизнь, я сколько себя помню, я все время где-то учился, на каких-то курсах, на каких-то стажировках, и все время учусь, 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 и чувствую себя вечным студентом, да? И мне кажется, это наоборот правильно, это поддерживает тебя в тонусе, да? Твои мозги, состояние, все-все-все. Но ты, смотри, а ты не выгораешь, у тебя вот, например, ты не устаешь, вот, допустим, как, что ты делаешь, когда ты устаешь, когда у тебя все вот прямо, ну, достало? Мне бы хотя бы один-два дня, чтобы я смогла восстановиться, мне вот этого даже достаточно, максимум трех дней, чтобы я уже была в тонусе, в готовности дальше что-то делать. Поэтому мне надо, главное, выспаться, хорошенько покушать, это самый важный фактор, наверное, для меня, и хотя бы один день побыть дома. Поэтому в воскресенье стараюсь быть дома, чтобы просто элементарно дома убраться. Когда я дома у себя все привожу в порядок, и мысли как будто приходят в правильное мышление, в действии, поэтому это тоже не маловажный фактор, мне кажется. А так, я хочу сказать, что у меня с рождения, вот как меня приучили к труду, я, наверное, из тех людей, которые не умеют отдыхать, мне все время надо что-то делать, и невозможно. И ты сама получается отдыхаешь в труде. Можно так сказать, что чем больше ты работаешь, может быть, тебе наоборот это помогает? Да. Не зря, наверное, мой девиз по жизни, движение – это жизнь. То есть если у меня есть движение, то я живу, я дышу, а если все приостановлено, никаких проектов, никаких движений, все статично, ну, блин, кукотище, и потом как будто жизнь останавливается. И так… Ты знаешь, ты мне Джей Ло напоминаешь, и даже сейчас вот с мейкапом ты мне напоминаешь Джей Ло. Вау! Я обожаю ее. Да, потому что вообще всех людей я делю на какие-то определенные архетипы, да, есть архетип, допустим, земледельца, есть архетип путешественника, а есть архетип вандервумен, да, чудо-женщина, которая все успевает. И Джей Ло, вот она тоже, как и ты, она, знаешь, она и это сделала, и второе сделала. И туда сходила здесь. Она большой трудоголик, да-да-да. Я прям посещаюсь ее творчеством, ее трудолюбием. Она постоянно работает над собой, ежедневно. Ну, мне кажется, я еще не дошла над физикой своей в плане вот ежедневного труда каких-то. Мне очень хотелось бы прямо иметь своего хореографа, чтобы я неделю два-три раза, хотя бы два-три раза с ним занималась и была в прекрасной танцевальной форме. Но, к сожалению, мой любимый хореограф недавно родила, и я все жду-жду, когда же она выйдет на работу. Ну, хореограф после родов, наверное, тоже будет трудно. Да. Слушай, ну, смотри, Джей Ло, тем не менее, да, она, как бы сказать, общеизвестна, что, ну, все, все об этом говорят, что у нее-то, в принципе, голоса особого нету, да, и как бы та же самая ситуация, например, с Мадонной. Да, Мадонна, она тоже такой большой трудоголик, но петь они не умеют, и Джей Ло недавно очень сильно опозорилась. Она под новогоднюю ночь выступала, по-моему, где-то в центре Нью-Йорка, и там все, у нее там было всего лишь, наверное, пять песен, и все эти пять песен она провалила, ну, по нотам. Она очень безобразно пела, я это видел, и да, это было, это было, ну, за нее было тяжко очень. Ну, вот как ты думаешь, ты вот, ну, на твой взгляд, вот все-таки, что первичнее, вот, талант или труд? Вот, хочу сказать, прямо передать мысли одного тренера, да, который недавно сказал, что талантливых людей очень много, очень много их, но вот успешных мало, то есть, помимо того, что у тебя вот такой талант, ты должен уметь трудиться, любить, работать над собой, несмотря на то, что где-то есть провалы, взлеты, мы не должны прекращать на этом, и сейчас очень много артистов, которые не сильно-то хорошо поют, но тем не менее, даже если взять Бузова, у нее тоже нет голоса, но она просто, на 20, 24 на 7 она работает, и так она выкладывается максимально, то есть она успешна, они все говорят, хотя многие говорят, что она безголосая, как там говорили у нас в студенчестве, безголосая, длинноносая, но тем не менее, она очень максимально вкладывается, везде, везде на слуху, постоянно какие-то клипы снимает, движуха у нее капитальная, поэтому Джей Ло в любом случае, даже если здесь, мы же не знаем, что случилось у нее на данный момент, может что-то внутри, какие-то переживания были и так далее, что она вот скосячила, она же тем более технически очень красиво танцует, она просто в шикарной форме, поэтому может где-то что-то не поймало, да, тот момент в начале, что-то скосячилось, ушло и может сбилось с ритма. Ну да, кстати, вот она же недавно развелась со своим последним-то женихом, сейчас вернулась к Бену Африку, вернулась к Бену Африку, и вполне возможно, что она тогда была в стрессе, когда вот у нее вот этот косяк произошел новогодний, она видимо была в стрессе, и может быть поэтому у нее все провалилось, вот ты как можешь сказать по себе, вот у тебя бывает такое, что, например, ты в стрессе, и из-за этого у тебя проваливается, например, выступление, там бывает? Ой, много раз бывало, особенно после родов, когда у меня, когда я понимала, что у меня голосовой аппарат уже не тот, то есть я собирала свой аппарат каждый раз после родов с нуля, то есть мне надо было, сложные песни, я не могла петь, и даже маленькие петушки вот на самой простой песне случались, и внутренние мои переживания, что у меня там ребенок маленький и так далее, это все сказывалось обязательно, но тем не менее, даже когда я очень гневно я приходила на выступление, я за счет тряски, за счет выступления, исполнения, я как-то разгружала себя наоборот, вот за счет песни я наоборот исцелялась, и давала себе, как будто очищалась от этих слов, даже которые здесь комком стояли, я их как-то напрочь избавлялась, и тем не менее, оно все сказывается, внутренние переживания, когда нету какой-то определенной поддержки в нужный момент, это все сказывается и психически, и очень сильно отражается на здоровье, я так любовалась этой парой, Джей Ло, вот с мужем, постоянно фото выкладывали, все-таки прихожу к тому, чтобы не надо пиарить своих вторых половинок, мне кажется, там очень много соблазна появляется, и слабый человек в любом случае что-то там накосячит, поэтому мы знаем ее как Джей Ло, пусть она о тебе только говорит, да. Счастье любит тишину, да? Все-таки это есть. Счастье любит тишину, если, ну, как бы сказать, многие очень верят, что если не трубить, не говорить очень громко, то тогда и там все сохранится, да, это, это есть доклад. Это наша пословица, да? Ага, да-да-да. А вот, вот смотри, я помню, что ты однажды говорила, что у тебя очень был трудный период адаптации в качестве соло-исполнителя, а очень долгое время ты работала в дуэте, да, музыкальном и вокальном, и ты все время чувствовала второго человека рядом, и тебя это поддерживало. Да. А в итоге, как ты прошла этот путь, как ты вышла на соло, и как ты себя чувствуешь сейчас? Это было, так, в каком году? Получается, в 2007 году, и я вообще, наверное, на тот момент, когда я начинала творчество, я вообще очень тихим человеком была. Я втихушечку мечтала о том, чтобы стать певицей, и то благодаря тому, что в те времена появились караоке, и мы везде пели, зажигали, и мои друзья, подруги говорили, ты так классно поешь, ты бы стала такой известной певицей, давай, давай. И вот эта вот искорка у меня жила в сердце, и три года я у себя держала стихи, которые даже не могла отнести, хотя я там уже переговорила с человеком, который мне напишет музыку и так далее. Не хватало смелости, или был страх, что вдруг не получится, да? И когда мы создавали дуэт с моей Пашей, мы с ней вообще очень хорошо, у нас очень много было общего, и мы быстро нашли общий язык, прямо в нужном направлении, мы в течение года стали очень известными исполнителями, нас знали как дуэт кофе, и мы с ней везде зажигали. То есть вначале, конечно, такой дилетантский уровень был, в плане даже костюмов и так далее. Все, что на столичке продавалось, то и на себя напялили, и так и ходили выступать. А потом через год мы уже обратились к дизайнерам, которые нам сделали очень крутые, кстати, костюмы. После нас всегда по пятам ходили артисты, и заказывали у этих же дизайнеров, у этих же партных всегда следили за нами. Даже к аранжировщику нашему всегда ходили, вот после нас заказывали такие же динамичные танцевальные композиции. В общем, 4 года мы с ней очень плотно, ярко проработали, и в один прекрасный момент все-таки настал период, когда мы были уже истощены в плане ресурсов. Мы не могли уже дать тех ресурсов, которые у нас были, и в один прекрасный момент моя напарница просто ушла из сети. Ничего не объяснит. Но мы примерно знали, что у нас уже конец, просто когда это закончится, мы не знали. Просто она ушла из сети. И на тот момент начали... Все равно звонки поступали, заказы предлагали, то есть они очень хотели видеть дуэт кофе, а я говорю, дуэта кофе нет, я могу выступить одна, они мне говорят, нет, мы хотим видеть вас в боях, нет, 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 нет. Ну, немножко, там, где-то месяц-полтора я все-таки была в раздумиях, как же мне продолжить. Потому что было очень много комплексов в плане того, что какая-то я жирная была для нашей аудитории, то я безголосая была. Вот безголосая длинноносая, это вот про меня и говорили. И что-то у меня горб там на фоне вот моего веса был, говорили. То есть навязывали всякими комплексами, и мне было, конечно, действительно не по себе. Но тем не менее, собрала себя в руки. Все-таки изнутри подтолкнула меня на то, чтобы все-таки начать. И обратилась к одному диджею, который для нас писал тоже музыку. Он мне сделал ремикс на одну из композиций нашего эстрадного исполнителя. И я выступила на одном большом мероприятии группы «Завод» Ниргуяны Яковлевой. Она сшила для меня классное платьишко. В общем, такая модная была. На тот момент у меня короткая тришка была, блондинка там, здесь прямо челочка. И выступила шикарно, очень волнительно. Но песня все-таки не сильно зашла, но она больше для молодежи была. А потом, как раз когда мы делали сольный концерт в 2011 году, это было 23 февраля, сольный концерт «Дуэта кофе». Он был прям таким русскоязычным, с русскоязычным названием. Чуть ли не как у Стаса Михайла. «Все для тебя» или что-то... Что-то такое было, я не помню. Что-то в таком роде, да? Да-да-да. Типа... Шансонообразное. Образное. Что такое название было на русском языке. И на тот момент я заказала одну песню, которую не смогла так исполнить на этом сольном проекте, на этом концерте. И потом я уже начала теребить своего друга, композитора Семёна Чинянова, чтобы он написал мне песню. Он мне дал сборник, говорит, давай, открывай, листай. Я такая одну... Один стишок нашла, который мне подошёл. И он мне саккомпанировал, показал какая-то песня, как она поётся. И сказал, давай, репетируй, через сколько-то недель встретимся. Я прихожу на запись, он говорит, вообще ничего не выучила, иди отсюда, типа. И выгнал меня. Типа, не раскрываешься совсем, как будто песню не прочувствовала. Но она реально тяжёлая была. Сейчас я понимаю, что это была не моя тональность, и мне очень было трудно петь её на связках. И тем не менее, я через недельку пришла, мы записали эту песню. И я даже потом поехала снимать клип на эту песню. Кстати, когда эта песня выпустилась, многие прокомментировали, боже, у неё есть голос? Боже! Вот такой вот. Молодец, молодец. Ты можешь, слушай, ты можешь сказать, что вот после этой песни, после этого клипа ты поверила в свои силы и подумала, что да, я могу. Я могу быть одна, я могу петь одна. И это тебе очень помогло, да? И ещё большая вера, наверное, появилась после получения премии Этиген Хомус. У нас была музыкальная премия Этиген Хомус, которую, кстати, не все получали. И у меня ещё следом вышла одна композиция, которая прямо тоже сама выбирала стихи. Мне написал её Эркён Алексей Егоров. И она очень хорошо зашла. Прям все до сих пор кайфуют от этой песни. И вот именно визитная карточка Дарьи Лавровой Да, кстати, это тоже очень-очень большой вопрос. На самом деле, ты поёшь якутские песни на чистейшем якутском языке, потому что, ну, у тебя, собственно, и язык якутский тоже, да, помимо английского. Да, родной. При том, что я слышал ещё твои песни на английском, и ты на английском тоже очень хорошо поёшь. У тебя очень-очень правильное произношение. И я начинаю убеждаться со своей практикой, да, ну, как учителя английского языка, что произношение сильно зависит от музыкального слуха. Если у человека есть музыкальный слух, то он слышит английскую речь, допустим, другую речь, и он умеет её воспроизводить и, ну, копировать и правильно ставить звуки. Слушай, но при этом, смотри, ты, у тебя внешность всё-таки, ну, не якутская, да? Вот, а как ты себя ощущаешь вот в этой роли, что ты поёшь якутские песни, у тебя вот есть якутская культура внутри, да, но внешне ты выглядишь по-другому. Как-то ты, ну, вот, вот что можно сказать хорошего и, может быть, плохого с этим связано? Есть какие-то моменты, вот, может быть, или нету, или ты абсолютно себя комфортно в этом чувствуешь? Ай, вообще, много было всегда вопросов до сих пор иногда спрашивают, удивляются, что я по-якутски говорю. У меня же по-русски иногда бывает даже проявляется акцент, поэтому говорю, всегда уже с юмором к этому отношусь и говорю, ну, вообще сахаляристых сейчас очень много. Девчонок, говорю, и когда спрашивают, откуда я родом, я говорю, я из Татинского района. О, там же у сахалар, типа, там же вообще настоящие якуты, как, откуда ты там вообще появилась? Я говорю, ой, там уже сахаляров очень много, поэтому не удивляйтесь, говорю. Еще краше меня, там есть девушки, мальчишки, говорю, так что нормально. И был опыт, когда негативно как-то высказывали, что, типа, ты вообще не якутка, давай отстань отсюда, не лезь вообще куда надо, там, и так далее. Но, тем не менее, я продолжаю. То, что в душе отзывается, то, что и предлагаю. Но в основном всем очень, как говорят, всех, всем это импонирует и радуется, что, несмотря на внешность, чисто, чисто, вот якутскую культуру несем и придерживаемся традиций наших, поэтому у каждого своя правда, поэтому я не лезу, когда меня не задевают, и я так спокойно живу. Ну, знаешь, да, у каждого, у каждого, конечно, своя правда, но я лично очень негативно отношусь к таким людям, которые пытаются там соблюдать какую-то чистоту, а я считаю, что это бред, абсолютно бред собачий, потому что самое главное это все-таки уникальность человека, да, чем человек уникальнее, чем он необычнее, чем он соединяет, ну, несоединимое, тем это и прекраснее, на мой взгляд, и я считаю, что ты, то, что ты вот, ну, со своей внешностью, да, необычной, представляешь якутскую культуру, якутские песни, это, ну, это просто прекрасно, это, у меня слов даже нет, если честно, потому что мне самому стыдно, я сам, я же сам якут, ну, имеется в виду, как бы должен знать, допустим, например, якутский язык идеальный, да, но у меня английский язык свободный, в отличие от якутского, у меня родной язык не свободный, а это же, ну, я считаю, что это позор, для меня это, ну, как бы сказать, я, мне это не нравится. ты же тоже не виноват в том, что родители, как бы ты вырос в обществе, где, может, мало говорили по-якутски, поэтому ты больше говорил на русском языке, у кого-то, у моих знакомых, например, на фоне комплекса, вот у родителей, детей отдавали только в русский класс, чтобы они могли спокойно говорить по-русски, объяснять свои мысли, излагать свои мысли, поэтому мы же не знаем, что внутри вообще, у кого как и было, и вообще хочу сказать, что изначально я по-английски очень плохо пела, представляешь, когда мы только начали петь, все равно чуть-чуть топорно было, но потом, как ты говоришь, все-таки на слуху мы слышим, как они произносят, да, в оригинале, вот, и пытаемся оттуда снимать, и уже повторять, повторять, и сейчас, и все-таки не хотелось бы, если брать композицию, надо все-таки красиво сделать, а не просто для абы-кабы, поэтому настрой должен быть всегда боевой. Да, ты же недавно, кстати, приболела, да, ты болеешь, ну, имеется в виду горло у тебя, да, и смотри, у тебя есть страх, допустим, когда ты болеешь, что ты потеряешь голос, и ты не сможешь там, где-то, вот у тебя, ну, страх, у многих артистов есть страх потери голоса, у тебя есть такая, такая фобия? Есть. Как ты с ней справляешься, и вот вообще, были ли какие-то случаи, когда это действительно тебя подводило? Ну, вот весной у меня очень сильно пропало, я даже ездила с концертом к себе в родную тату, я не знала, у меня до последнего не было голоса, но тем не менее, на концерте просто смирилась и сказала, ну, что есть, то есть, что есть, то есть, как смогу, так и спою, и все-таки люблю честность, и бывает перед зрителями сразу же, ну, им рассказываю, что что-то случилось, вот, вот, немножко, местами буду где-то косячить в плане голоса, вдруг недостаточно красиво спою, да, родные люди всегда поймут, примут, поэтому предупреждаю, что я немного болею и так далее, хотя знакомые иногда говорят, зачем ты там тем рассказываешь, зачем вот эта твоя правда, даже был момент, когда нам один из журналистов сказал, зачем вы говорите, что вы на автобусе ездите, это вот в начале творческого пути, вы должны говорить, что вы ездите только на машине, там на такси, живете в особняке, а я думала, как это, ну, у меня же близкие люди, все видят, что я живу в общежитии, езжу на автобусе, ну, что за бред, что за бред, как я, как я могу обманывать людей? Да, кстати, Даша, смотри, у меня есть подруга Ирина, она живет в Канаде, я ее очень обожаю, она пишет, просит спеть, может быть, какой-то момент на якутском и на английском, сможешь, или если ты болеешь, то как ты? Спокойненько, можно, как будто отхаркивают сейчас водички, и можно будет попить. Да, я тоже побью. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обалдеть, мне очень понравилось, мне очень нравится. А так, из английских композиций, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше не помню. Субтитры создавал DimaTorzok У меня аж мурашки, у меня аж мурашки по коже пошли. Бессмертная Уитни Хилстон, это просто, и ты спела, и ты спела очень-очень красиво, безумно-безумно красиво. Ты будешь моя персональная Джей Ло, но с голосом, да? Я говорю, ты сейчас в мейкапе реально похожа на Джей Ло, вот честно тебе говорю, у меня такая атмосфера такая. Кстати, многие говорили. Но при этом с голосом. При этом с голосом, знаешь? Уитни Хилстон, Уитни Хилстон, обалдеть, обалдеть. Обалдеть. Ну, да, вот смотри, вот как ты думаешь, да, дело в том, что она умерла относительно молодой, ей 50 лет было, да, когда произошла вот эта передозировка, там чего-то непонятно чего, но при этом она была безумно талантливым человеком, безумно, ну, это певица номер один, я считаю, что вообще певица номер один вообще на все времена. На все времена. И вот как ты думаешь, вот такие люди, вот как Уитни Хилстон, как Майкл Джексон, вот они, вот они умирают рано. Да, вот ты думаешь, это, как бы сказать, ну, почему так происходит? Я даже смотрела документальный фильм про Уитни Хилстон как раз в прошлом году. У нее очень тяжелая судьба была, то есть, мне кажется, у нее не было рядом человека, который бы ее понимал, поддерживал, потому что родственники, например, хотя мама ее продвигала, да, очень сильно строгая женщина была, она прям вот требовала и вокалом с ней занималась с малых лет и так далее. То есть, она вот ее продвигала, но как с человеком, вот именно, что она реально живой человек, вот как-то с таким упором, никто с ней такие, все хотели денег от нее, то есть, родственники все там кидели, чтобы она быстрее там заработала, на что-то, чьи-то долги закрывали. То есть, она все время работала на семью, а не на себя. То есть, у нее своей отдушины так таковой не было. Вот рядом этот непонятный бойфренд, который все на этих низких частотах. Но, тем не менее, хочу сказать, что все-таки вокальные данные можно через голос определить, какой жизненный опыт у человека. У Итни просто шикарно богатейший прямо вот диапазон и тембр очень красивый. Вот по этим даже можно судить, сколько она всего перенесла, пережила, какие эмоции испытала. То есть, это все отражается в ее голосе. Но очень жалко, что она вот так рано ушла из жизни. Мне так жаль. Она действительно в последние годы была несчастна. То есть, он же ходил туда налево-направо. То есть, она вроде себя отдала полностью, а в момент такой обратной связи искренней взаимной же не было. Вот, мне кажется. Да, да, да. Ну, и выбор, конечно, у нее тоже, кстати, был довольно странный, потому что человек, извините, он был абьюзер, да, он ее избивал, он принимал наркотики, пил, и все, что угодно себе позволял. И так странно, почему вытнется это, ну, почему она решилась быть с ним? Ну, потому что она уже с детства к этому на таких программах и выросла. Она не знала, как правильно поступать, и что в одиночестве тоже есть свои плюсы. то есть как заложили вот ей в детстве, так и сейчас же очень много споров идет на тему того, что брак не для того, чтобы он был для галочки, а все-таки человек должен чувствовать себя счастливым, и ему должно, человеку должно быть уютно и прекрасно в отношениях, а не просто, ой, я замужем, я такая классная, на самом деле, что там в семье происходит, никто не знает. И плюс все-таки не стоит, видимо, рассказывать всему миру, что как с тобой там обращаются, что там получается в жизни, да, все-таки, когда ты раскрываешь себя изнутри, многие могут воспользоваться этим. Поэтому все-таки вырабатывать себе, даже если хочется, чтобы тебя пожалели, все-таки надо пожалеть там у себя, полюбить себя, то есть никто, кроме нас самих, нас не пожалеет, да, посочувствует там, ой, ты бедняжка, ну, не так тебе и надо, может, скажут, да, поэтому все-таки вырабатывать силу и любовь к себе, в самую первую очередь. У Итни вот этого понимания, может, не было, ну, и плюс она думала, что так надо, и так нормально, на самом деле. Да, кстати, да, ты меня на мысли натолкнула, действительно, вот эти все суперталантливые люди, они, вот у них нету вот этого чувства, то, что их любят, и они постоянно пытаются этого добиться, и чем сильнее вот это вот чувство отверженности, тем сильнее они пытаются добиться, и тем талантливее они становятся, и то же самое с Майклом Джексоном, он же тоже, у него трудная жизнь, его отец избивал, никто не любил, и он сам был, ну, как психодиночка, по сути, и все, что вот он делал, получается, он пытался доказать, ну, то, что его любят, пытался завоевать эту любовь, но вот эта гонка, получается, ни к чему хорошему не приводит, и, кстати, мне очень понравилось, что ты сказала про экспириенс, про опыт, который слышится в голосе, я действительно абсолютно с тобой согласен, потому что я слышу, как, например, некоторые люди перепевают в Уитни, да, и они вроде бы идеально поют, там вроде бы все отлично, но все равно ты не слышишь какой-то вот, ну, действительно, той боли, да, которая была у Уитни, да, какой-то вот особой души, потому что вот как, кто угодно, да, там будет петь, ну, как споет Уитни, это безумие просто, да. Это ее пережитые эмоции, и она только сможет это передать, максимально, поэтому и большинство творческих людей, которые выходят на сцену, это все равно те люди, которые ищут любви, они хотят именно, восполняют эту утраченную любовь, отсутствие любви за счет своих зрителей, почитателей, поэтому неспроста и я тоже на сцене, потому что у меня многодетная... А ты можешь сказать, что ты ищешь любви, ищешь какой-то вот ты можешь сказать, что это связано с тем, что тебе не хватило чего-то, может быть? Конечно, не хватило. Да, я согласна, у меня... Я выросла в многодетной семье старшим ребенком, ну, считай, я всегда была второй мамой, поэтому меня особо за ребенка-то и не считали, и поэтому я наоборот отдавала себя, уже будучи трехлетним ребенком, уже смотрела, присматривала за своим братом, потом за двумя сестрами, и вот я с ними все время возилась, плюс помогала маме по хозяйству, то есть у меня этой любви не было, но тем не менее я благо, я сейчас понимаю, что, ну, что сделать? Сейчас я могу сделать так, чтобы полюбить себя больше, поэтому я осознанно иду к выбору своей профессии, с любовью отношусь к своему делу, потому что таких травмированных людей очень много, и, конечно, всех надо восполнять и наполнять какой-то искоркой, энергией, дать какой-то вот толчок для того, чтобы они тоже себя полюбили, поэтому ничего страшного, конечно, бывает обидно, и плачем, и все на свете. Да, на самом деле очень много травмированных людей, мне кажется, мы просто, мы же не знаем, там человек ходит снаружи, все нормально, все в порядке, а в душе, внутри мы не знаем, что может твориться. Одни травматики, Юра. Да, 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 это мы все называем характером, а на самом деле это все диагноз, да, 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 и мы же на психическое, на вот mental health, да, на психическое, ментальное здоровье, вообще не, особенно в России, вообще не обращаем внимания, а если всех продиагностировать, то все травматики, у всех какие-то проблемы. Все, поголовно. да, и ты правильно делаешь, кстати, то, что ты лечишь свои раны, допустим, через пение, через творчество, это очень хорошее. Я сейчас четко понимаю, что я... Там вопрос своих детей, у которых большая разница в возрасте, есть секреты, можешь ответить на этот вопрос? Конечно, отвечу. Вероники. Класс, спасибо за вопрос, Вероника. Так, как воспитывать своих детей, у которых большая разница в возрасте, есть секреты? Так, ну да, у меня действительно, вот, сыну сейчас 21 год, старшей дочери 6 лет, разница между ними 15 лет. Ой, мне кажется, вот сын, сыну вообще ничего не досталось в плане хорошего воспитания, потому что я сама была ребенком, родила его в 19 лет, и я еще без профессии и так далее, поэтому я все время работала, но тем не менее, я воспитывала его в любви, мне не хотелось того же, что я недополучила, все давала, но, опять же, был перебор в плане того, что он не привык получать, ответ нет, в этом плане в подростковом возрасте были моменты, и сейчас, ну, две малышки, которые у меня, вот, в 15-й и в 17-м году, то, что родила, да, доченька, девушка, ей 3 года, 6 и 3, и я понимаю, что эти дети осознанные, все-таки надо с ними больше разговаривать, проявлять любовь, у меня младшая, конечно, много любви забирает, но ей всегда все мало, то есть, к ней я, если старшая, все понимает и так далее, то младшая никогда не понимает, она у меня и в обнимку, все только мама, и больше, мама никому не должна доставаться и так далее, но, тем не менее, сейчас я понимаю, опять же, я в плане воспитания детей тоже прохожу обучающие вебинары и так далее, мне не хочется повторять ошибки с сыном, сыну я очень многое не дала, но сейчас я понимаю, что хотя бы девочкам своим я должна дать максимум, чтобы они выросли самодостаточными, чтобы я их прямо дала им абсолютную любовь и защиту, чтобы ни, что бы ни случилось, да, что бы там в садике не произошло, я должна всегда быть на стороне своих детей, и сейчас после этих вебинаров, я даже когда ребенку там факью показывают, сразу иду разбираться, то есть дочке приятно от того, что она под защитой, да, и, конечно же, абсолютную любовь, максимально, чтобы они не искали, как мы на стороне любовь, чтобы они не доверяли себя чужим людям, чтобы они знали, что у них есть мама, которая бесконечно их любит, бесконечно будет их всегда защищать, пока она жива, и максимально дать, конечно же, хорошую базу, чтобы они выросли самодостаточными людьми в плане профессии, выбора себя, и уверенными в себе, я не хочу, чтобы они подстраивались под общество и так далее, они слышали себя, любили себя, я не хочу, чтобы они были обслуживающим персоналом, как говорится, да, функционалом для кого-то, для чего-то, они все-таки знали, чего они хотят от жизни, и вообще дать хорошее образование. Я абсолютно с тобой согласен, особенно вот в том, что ты сказала, давать абсолютную, безусловную любовь, я думаю, что это самое-самое главное, особенно если ребенок, ну, вот с самых первых лет, да, и до какого-то там возраста, это когда все формируется, у человека должно быть абсолютная уверенность, что его любят, что его принимают безусловно, без каких-либо условий, и вот у нас, да, вот мы выросли все, как бы сказать, в постсоветской России, да, и вот в постсоветских республиках, там, конечно, на все это плевать хотели, и на все вот эти вот психологические, да, воспитательные какие-то моменты, поэтому у нас вот нет, мне кажется, да, вот этой уверенности, а вот мы можем дать, да, потому что мы это сейчас понимаем, насколько это важно, особенно в период формирования ребенка, это невероятно важно, очень, а вот смотри, ты вот говоришь, ну, допустим, ну, у тебя девочка, да, и вот, чтобы она стала сильной, а вот в Америке, вот я живу в Америке, да, и я вижу очень много примеров, можно так сказать, наверное, чрезмерно сильных женщин, которые, ну, феминистические, такие настроенные, такие, очень независимые, они не позволяют, допустим, за себя платить, и они очень интеллектуальные, у них там куча образований, но при этом они одинокие, потому что мужчины их боятся, да, потому что они подавляют мужчину, они своим интеллектом его превращают в черти что, и все, вот мужчины от них убегают, ну вот, как ты думаешь, как, вот, что, как бы ты, как ты видишь свою дочь, ты, вот, ты, не хочешь, чтобы она была чрезмерно, но при этом, я не хочу, чтобы она думала, что одиночество, это тоже плохо, то есть, и здесь свои плюсы, но и, так как женщина, просто сразу не проявлять свою силу, а по мере, там, по чуть-чуть, то есть, должна быть середина, и, кстати, вообще сейчас очень много на эту тему говорят, и есть хорошие там ступени, как раз по отношениям, может, этим женщинам надо пройти эти ступени, чтобы найти именно того мужчину, просто где-то надо говорить, где-то, может, нужно промолчать, поэтому не везде надо проявлять свою силу и стараться, просто у каждого есть свои, конечно, личные границы, но когда, безусловно, очень сильный человек, ну, конечно, кто там, ну, или искать среди равных, все равно же есть такие же сильные мужчины, где-то рядом, не там они ищут. А как ты, ну, а как ты думаешь, вот это вот равновесие соблюдать, ну, как женщине, как женщине быть одновременно и сильной, и приятного, чтобы не отпугивать мужчин свой сил? Ну, не якоть, наверное, сильно, наверное, там, все-таки больше, как один из тренеров тоже говорил, Белгороков или Белгоруков, он говорил, разговаривайте на человеческом языке, вот иногда бывает, я встречаю своих коллег по институту, они там начинают терминами разговаривать, все заумными, переумными, и я чуть-чуть уже чувствую дискомфорт, но тем не менее, я люблю общаться чисто на человеческом простом языке, чтобы у человека даже не возникло дискомфорта в плане общения, поэтому создавать уют, если действительно она ищет отношения, то где-то все-таки надо сбавить обороты, и что-то скрыть может, чтобы хотя бы наладить отношения, а там уже покажется. Да, женщина тоже человек, поэтому она имеет право на все, ну, эта женщина сама как-то себя построила, сейчас же очень много успешных женщин, и при этом у них есть тоже, вторые половинки своих тоже по достоинству, по уровню. Ну, я думаю, что вот ты как раз-таки, вот эта равновесие у тебя соблюдается, потому что ты как бы и пытаешься себя проявить, свою персоналити, свои таланты, свое творчество, и при этом, как бы сказать, находишься в рамках семьи, растишь детей, то есть у тебя как-то это все вместе совмещается, и, ну, это трудно вообще, потому что я, если честно, мне, вот я считаю, вот я, например, я один, и я вообще не представляю, что там, помимо того, что я сам делаю со своей жизнью, да, еще и, допустим, стерости и тому подобное, я вообще не представляю, это нужно столько сил, столько энергии, столько всего, вот как вообще вы все успеваете, я не понимаю, честно. Еле как, Юра, еле как. Я жду, когда подрастут мои детки еще пару лет, чтобы они уже действительно и могли в туалет спокойно сходить и так далее, и так они много чего умеют, но только внешне может кажется, что я все так супер успеваю, не все супер успеваю, то есть бывает действительно и не успеваю накраситься, и может детей даже не успеваю забирать, то есть могу попросить там подружку, которая мне всегда помогает, или муж забирает, или вот что-то так. Всегда есть рядом люди, которые должны тоже на подхвате быть. Только за счет этого у меня, наверное, все получается. В одиночку, конечно, я не воин, поэтому... А смотри, а ты можешь сказать, вот у тебя есть сильное творческое начало, да? А ты можешь сказать, что ты другая? Ты чувствуешь, что ты отращаешься от других людей? И вот как ты это чувствуешь? Как ты это понимаешь? У тебя есть это осознание? Да, да, я чувствую, что я другая, что мне нужно еще дальше расти, расти, то есть даже если я... Мне мало того, что я имею, то есть мне надо еще дополнительно постоянно обучаться расти в вокальном плане. Мне хочется попробовать себя в других стилях, в других странах, вот использовать свои возможности, талант проявить, максимально проявить свой талант на разу в международных конкурсах, попробовать все-таки наконец-то я прихожу к этому, потому что мне давно говорили про это, но тем не менее я не решалась. В силу того, что, наверное, после родов всегда по новой восстанавливалась и сейчас вот три года. Мечтаю, мечтаю выйти на другой уровень, но помимо этого не просто мечтаю, а действительно иду к этому, работаю над собой. Все-таки действия на уровне Якутии это классно, но если выходить на другой уровень, то надо еще выше, то есть это надо в совершенстве владеть вокальными техниками, быстро изучать материал. У меня на изучение, наизусть текст я очень долго учу, то есть в этом плане еще поднять себя танцевально, в плане хореографии надо себя потянуть, чтобы я могла на каждую определенную композицию определенно как-то двигаться и так далее. Ну и знакомиться с нужными людьми, общаться, больше общаться с хорошими музыкантами и двигаться. Сейчас же я учусь у преподавателя Гнесинки, которая в Москве и очень в скором времени у нас в летнее время планируются разные мероприятия. Я очень мечтаю попасть туда и проявить себя максимально, чтобы она все-таки увидела меня среди своих лучших учеников и всегда учителя, когда видят талант в своем ученике, они хотят что-то вложить. Не знаю, как она поведет себя в этом случае, но я бы, например, обратила внимание на своего лучшего ученика и как-то по мере возможности своей кто-нибудь бы сделала. И я тоже надеюсь на это, что на меня обратят внимание и скажут, боже, надо мне что-то сделать, записать альбом, поработать с ней, почувствовать, потому что я знаю, что я пою сердцем, душой и много раз говорили, что мой голос может стелить человека. Поэтому это можно как-то в купе как-то гармонизировать. Я думаю, что придет время. Просто надо не прекращать работать над собой, двигаться по намеченному плану. Ну, знаешь, полезные знакомства у тебя уже есть, потому что у меня в Америке есть друзья, знакомые, они уже, в принципе, тобой интересуются. Если ты будешь в Америке, обязательно дашь нам знать, мы там организуем какое-нибудь мероприятие и ты, я думаю, что мы будем очень счастливы, если ты споешь. Я обязательно счастлива буду. Потому что я уже поклонник твоего творчества, поклонник твоего голоса. Я думаю, что все-таки обучаться за границей я хочу еще дополнительно получить обучение по вокалу, поэтому мы с тобой в любом случае увидимся, даже если без концерта и так далее, то на обучение я планирую попасть. В этой жизни точно. Ну хорошо, ладно, у нас уже времечко заканчивается. Уже? Да, давай что-нибудь пожелаем нашим слушателям, что-нибудь хорошее, светлое, доброе. Я хочу пожелать, чтобы человек действительно шел по своему пути, по сердцу, нашел свое предназначение в этой жизни, мог радоваться жизни, наполняться за счет любимого дела. Ну и, конечно же, когда в сестере жизни деятельности в балансе, у тебя всегда все хорошо будет, у всех все хорошо будет. Поэтому найти себя, слушать и слышать себя, потому что иногда такие знаки приходят, которые даже ты замечал аж на надписи в футболке. Поэтому видеть эти знаки, слышать себя, слушать все, что подает вселенная, да, какие знаки, ну и жить по сердцу, быть счастливым. Только по сердцу, мне кажется, можно понимать, что мне нужно в этой жизни и никуда в сторону не увиливать. Удачи всем. Спасибо. Спасибо тебе, Даша. А я напоследок хочу сказать, что я безумно горжусь тем, что у меня есть такая ученица и друг, да, которая безумно талантливая, умная, интеллигентная, творческая, глубокая и которая всегда есть что сказать, при этом в хорошем, позитивном ключе и которая сияет, излучает такую энергетику суперскую. Спасибо. Я, когда с тобой занимаюсь, я заряжаюсь сам, да, ура, твоей энергией, твоей солнечной энергией. Ну, хорошо, ну, все тогда. Спасибо тебе, спасибо тебе за приглашение. Да, и мы с тобой встретимся на следующем уроке. Обязательно. Буду очень-очень готова, и у меня сессия закончится, и я буду в рабочем строю. Хорошо. Спасибо тебе. Увидимся. Пока-пока. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Bye-bye.